Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Аэрофлот получил предупреждение из-за ухудшения условий труда летчиков. Гибель горняков на Камчатке. По сообщению Известия, Ространснадзор объявил аэрофлоту предостережение. В частности, контролирующий орган в результате проверки авиакомпании обнаружил следующие нарушения трудового законодательства. При формировании полетных смен, режимов труда и отдыха, сокращении оплаты труда, а также несоблюдение процедуры медосмотров членов экипажей и диспетчеров воздушного движения. Так, по словам представителей Шереметьевского профсоюза летного состава, в трудовые договоры были внесены изменения, связанные с включением дополнительных аэропортов базирования. Пребывание в них перестало включаться в учет рабочего времени. Отметим, что многобазовость – это когда несколько аэропортов для пилотов считаются домашними, и нахождение в них после рейса не считается рабочим временем. То есть, по документам, нахождение в подобных местах базирования является периодом отдыха. Однако Ространснадзор обнаружил, что на самом деле в это время пилоты готовятся к новым рейсам, тем самым нарушая режим труда и отдыха, установленного приказом Минтранса за номером 139. Данные действия неизбежно приводят к повышению риска в сфере обеспечения авиабезопасности, к ухудшению здоровья летчиков. Следует подчеркнуть, что именно из-за этого происходит около 80% авиационных катастроф и инцидентов в полете. Вскрытие массовых нарушений законодательства в сфере авиаперевоза контролирующими органами является тревожным звонком. Действия аэрофлота в 2024 году вполне объясняются тем, что авиакомпания впервые с 2017 года получила прибыль. Продолжительный убыток стал условием для ухудшения условий труда и снижения зарплат у пилотов. Выходом из сложившейся ситуации могут быть только коллективные действия, исполнение всех требований в работе и приказов, а также профсоюзная борьба за свои интересы. С 17 октября на Камчатке на руднике Быстринской горной компании Кумроч произошло обрушение горной породы. В результате погибло трое горняков. Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, оповещение о трагедии поступило из штрека номер 3. На место происшествия выехала нештатная военизированная горно-спасательная команда с необходимым оборудованием. Под завалами были найдены тела погибших, которые подняли на поверхность. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. В настоящее время следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия. Отметим, что надзорные органы до чрезвычайной ситуации провели 30 внеплановых проверок в отношении горнодобывающей компании. В результате был зафиксирован один факт нарушения в 2015 году. Очередная чрезвычайная ситуация унесла жизни рабочих. Капиталисты в погоне за прибылью экономят на обеспечении безопасности, а надзорные органы не фиксируют нарушения. Поэтому получается, что безопасность рабочих в руках самих рабочих. Для того, чтобы это обеспечить, необходимо не только знать и исполнять требования охраны труда, но и создавать свои профсоюзы, поскольку представительные органы рабочих имеют право назначать своих уполномоченных лиц по охране труда. Товарищи рабочие, создавайте свои профсоюзы и назначайте своих доверенных лиц по охране труда. Именно тогда вы сможете обеспечивать свою безопасность и сохранность жизни. Новости читал Глушик Максим с коммунистическим приветом из города Ижевска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова